Темнота лучший друг хорроров Да, можно и при полностью освещенном окружении пугать зрителя Но когда ты не видишь что-то ясно, твой разум начинает заполнять пробелы И когда твой разум создает пугающие вещи, он исходит из твоих страхов и создает страшные образы специально для тебя Но для того, чтобы это работало, нужна правильная, неподдельная темнота Фильм, в котором есть отличные сцены с хорошей темнотой, это Спуск Часто кажется, что все освещено только фонариками на персонажах, и это страшно Что угодно может скрываться в этих больших неосвещенных областях Что-то может выскочить в любую секунду В этом же году, когда вышел Спуск, был выпущен еще один фильм, в котором люди застряли в пещере с монстрами Но этот фильм выглядит вот так Откуда весь этот свет? Зачем персонажам вообще эти фонарики? Вы можете видеть практически все Сейчас вы можете подумать, что было бы легче просто осветить сцену одним фонариком, чем освещать всю сцену большими киношными фонарями Но это не обязательно так Так как это может стать более сложной задачей Если мы следуем за персонажем с фонариком, это может выглядеть великолепно, очень жутко Ограниченные обзоры только силуэт персонажа Но когда мы развернем камеру, и свет фонарика будет направлен на нас, мы получим что-то вроде такого Что выглядит круто, но периодически мы бы хотели видеть лицо персонажа Так что нам придется сделать что-то такое Поставить парня с белым отражателем, идущего рядом с камерой Когда актер направит свет фонарика на отражатель, свет отразится назад и осветит актера И мы делали такое И я могу доказать это, потому что вы можете увидеть сам отражатель прямо вот здесь Черт возьми! Но мы также делали комбинацию фонарика и фонаря для усиления света, чтобы показать лицо Приходится идти на множество хитростей У нас может быть дополнительное освещение, которое мы увеличиваем и уменьшаем, чтобы выделить особые детали И все становится более точным Если у вас есть свет, равномерно освещающий все, вам не нужно такое уточнение Персонажи могут свободно перемещаться куда угодно, и вы можете работать гораздо быстрее Большая проблема с правильной темнотой, насколько сильно мы можем все затемнить В краткометражном «И гаснет свет» есть момент, когда жуткая голая женщина появляется прямо перед нашим главным персонажем Проблема, которую мы обнаружили у всех — разные мониторы Некоторые люди смотрят на iMac'ах, некоторые на Windows-компьютерах, а кто-то на телефонах или телевизорах Многие просто не увидели голую женщину В зависимости от настроек гаммы на дисплеях, не всегда помогает даже увеличение яркости У нас даже возник вопрос, а не вселился ли в нашу краткометражку призрак Потому что у одной женщины был призрак в фильме, когда она смотрела его на своем компьютере Но на компьютере ее друзей там не было никого Мы, разумеется, любим такое Люди думают, что ваш фильм ужасов населен призраками Но это становится проблемой, когда вы снимаете голливудский фильм «Проклятие Аннабель» за рождение зла Вы должны убедиться, что достаточно людей увидеть то, что они должны увидеть В фильме есть сцены, где я хотел, чтобы люди едва могли видеть вещи в темноте Я хотел, чтобы они наклонились вперед и прищурились, не будучи полностью уверенными в том, что они действительно видят Так, раз экраны телевизоров и компьютеров бывают разными, что же с нашими киноэкранами? То, что тут едва видно на этапе цветокоррекции, будет полностью потеряно в кинотеатрах Где они, возможно, не меняли лампы проектора в целую вечность Эти вещи дорогие Некоторые кинотеатры могут использовать лампы так долго, как это вообще возможно Так что нам нужно было установить лампочку в проекторе на постпродакшене на очень низкое значение, чтобы имитировать действительно дерьмовое качество киноэкрана Если мы все еще могли разобрать вещи при таких настройках, тогда мы знали, что у нас все в порядке Это хороший баланс, который нужно найти, и это может быть очень трудно Необычный, но действительно интересный способ изображения тьмы в фильме «Не дыши», где они используют форму ночного видения Мы в зрительном зале видим больше, чем персонажа, но это все еще страшно и по-настоящему эффективно Особенность ночного видения заключается в ограниченном радиусе действия Поэтому, когда вещи уходят далеко от камеры, они поглощаются темнотой Так что да, делать темноту в кино может оказаться удивительно непросто Но для хоррора, в частности, вам нужна хорошая темнота